Сежеин глядит по будущим, И влажен Раби Божий, Убрящих дящих. Уроки православия бывают разными. На них мы обращаемся и к истории Церкви, и к основам христианского вероучения, и к святоотеческим творениям. Но есть среди них такие, к которым у всех нас отношение особо трепетное. Это рассказы наших современников об их встречах с христианскими подвижниками. В цикле уроков, которые мы назвали «Поминайте наставников ваших», о своем общении с людьми святой жизни нам рассказывали владыка Пантелеймон, Архимандрит Филарет, Игумения Варвара, Протеерей Александра Лишенко, Протеерей Артемий Владимиров. И каждое из таких воспоминаний становилось уже нашей личной встречей со старцами Павлом Троицким, Иоанном Крестьянкиным, Павлом Груздевым, Таврионом Батоским. Ведь вспоминая духовных наставников, мы тем самым не только выполняем призыв апостола Павла, мы еще учимся у них вере, твердой, живой, непорочной, действующей в подвигах, чтобы унаследовать их достояние и самим стать последователями Христа. И на сегодняшнем уроке профессор Андрей Борисович Ефимов продолжит рассказ о своем наставнике, владыке Стефане Никитине. Он стал епископом в конце жизни, а вначале был врачом-невропатологом, но встреча с оптинским старцем Нектарием выправила его путь. Сергей Алексеевич Никитин пришел в храм святителя Николая в Кленниках к отцу Сергию Мечову, оттуда отправился в лагеря, после освобождения был тайно рукоположен святителем Афанасием Сахаровым в Иерея и на открытое служение вышел уже в 50-е годы прошлого века. А вскоре он был пострижен в монашество с именем Стефан в честь преподобного Стефана Махрического. В Днепропетровский женский монастырь, 200 сестер. Все, слава Богу, трудно, но держится все. Начинаются хрущевские гонения. И довольно быстро разворачивается программа закрытия храмов и монастырей. И однажды во время всеночной подъезжают несколько грузовиков с солдатами. Монастырь отцеплен. Он грузит монашек вместе с их какими-то тюками на грузовики и вывозит. Если есть куда везти в городе, пожалуйста. Если нет, тогда вывозят в поле и выгружают в поле. Он духовник монастыря. И вот это все тяжелейшее отражается на просто его сердце. Это разгром монастыря. Он приезжает в Москву, проходит некоторое время. И его представляют патриарху Алексею Первому как кандидатов и епископы. В то время время было тяжелое. И, например, Алексей Первый, он иногда в шутку говорит так, что все кандидаты в епископы делятся на проходимцев и непроходимцев. Проходимцы — это те, кто проходит все светские инстанции, совет по делам религии, и получают одобрение. А непроходимцы — это те, кого инстанции не пропускают. Так вот, настолько крепкое благословение воли Божьей, что его пропустили. И вот он епископ. На Благовещении 60-го года он становится епископом. И он становится векарным епископом в Москве. Он живет при храме Риза Поражения на Донской улице. У него чудный помощник, отец Николай Горубцов, священник. Но трудностей, конечно, много. И он помогает митрополиту Николаю Ярушевичу в управлении храмов московской области. Ездит по этим храмам. К нему приходят непрерывным потоком. Идут, 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 идут. Храмы закрывают, ставят туда неверующих старост к деньгам, к кружке церковной и так далее, и так далее. Через некоторое время у него инсульт. У него отнимается правая сторона. Причем, опять-таки, он сам, как врач, наблюдает, как это происходит, как у него отнимается правая сторона и ждет, что у него отнимется язык. Когда правая сторона, это значит, что в 99% речь теряется. А Господь ему оставляет речь. И вот он между жизнью и смертью, в маленькой комнатке, при храме. Что будет? Господь его примет, или он возвратится к жизни? И вот много всего за это даже время было. Одно из это... Он видит, ему показано, груда каких-то скляночек, каких-то черепков. Огромная гора царя. И говорится, что это «Твои добрые дыра». Он как врач и как священник всю жизнь только добрые дыра и дыра. Он не только лечил многих самых разных людей, не только в лагере помогал. Он собирал и отправлял посылки к ссыльным и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А кормлял и помогал тем, кто остался здесь, когда его кормилец отправлен в лагерь. И так далее, и так далее, и так далее. И вот ему говорится, что «Все твои добрые дыра испорчены». Одно – чесравием, другое – осуждением, третье – еще чем-то. И вот вывод у него четкий, очень простой. «Нету у меня добрых дел. Есть только бесконечное миросердие Божие». Другое. Бывали такие трудные времена, когда к нему приступали бесы в открытую, в нагро. А он беспомощный лежит, и у него нет сил молиться. Потом Господь его сохраняет от этих нападок. Но вывод очень простой. Молиться надо учиться, пока есть силы, пока есть возможность учиться, пока есть возможность трудиться в молитве, но надо молитву так ставить, как он сказал, «Я сплю, а сердце мое бдит», как у святых людей, настоящих подвижников. Вот как должна идти молитва. В это время случился архиерейский собор 1961 года. На этом соборе было предложено архиереям принять новый устав в церкви, который по существу прихода церковного, который по существу отстранял от жизни прихода священник. То есть ставится двадцатка, ставится староста, а священник оказывается наемником. И вот это решение принимают епископы. И вот с этого собора из строительства к нему совершенно больному приезжает его друг, епископ, которым они очень близко были еще по Средней Азии, и его духовный сын, очень известный священник. И рассказывают, как теперь хорошо им будет, что вот теперь мы освободились от материальных забот и можем заниматься духовной жизнью в приходе. Он их послушал и сказал, архиереи так не поступают. Если бы я там был, я бы не мог молчать, я бы непременно выступил. как же можно отдавать власть в церкви светским атеистам, властям атеистическим. И действительно так и происходило дальше. Отстранялись священники от управления приходом, а присырались властями старосты, которые закрывали храм один, второй, третий, десятый. На той же Украине в некоторых епархиях из трехсот храмов оставались двадцать или тридцать. То есть больше половины храмов в русской церкви были закрыты. И четыре пятых монастырей были закрыты. Не только вот этот Днепропетровский их монастырь, но и другие массы монастырей были закрыты. Через некоторое время Хрущев ушел из истории, а гонение Хрущевское продолжалось по существу до конца Советской власти. А затем его, едва живого, назначают правящим архиереем в Каругу. Видимо, надо было в Москве освободить место для кого-то еще. И вот он приезжает в Каругу, и оказывается, что там очень запущена, очень расстроена вся организация жизни церкви, епархии. Вроде того, что епархия имеет огромный даже долг патриархии. У него секретарь, настоятель собора, отец Сергий. А его уже предупредили верные люди, что этот секретарь работает и в растян, и в растян служит, и церкви. Через некоторое время он действительно удостоверился, что это так, и прямо своему секретарю говорит, я вам не доверяю. И с тех пор он совсем едва-едва живой, он начинает полностью все дела церкви, все дела епархии проверять впрочем до копеечек в отчетах епархиальных и так далее. Господь ему дар несколько утешений там. Он ездил на могилку старцев оптинских. Конечно, была оптинная пустыня закрыта, все там было разорено, но все-таки могилки были. И вообще Карлужская земля, она ему бромера его сердце. Это мягкое, доброе, и даже название это у деревень Натальенко или еще какое-то расковое. И еще Господь его утешил тем, что в полномочении Совета по делам религии Карлужской епархии проникся к нему уважением и разрешил ему по существу открыть два храма, в то время как вокруг все закрывали храмы. И он назначает туда двух священников, и это была великая радость для него. Карлуге он был недолго, Карлуге он был немножко более полугода. Вскоре как он уехал из Москвы совсем больной. При нем жира старушка, которая ему помогала, готовила ему, стирала, татарочка из монастыря. Простая-простая тетя Катя. И вот он говорит тетя Катя, тетя Катя, ты сегодня пойди подальше не рядышком вот в соседней комнате спать, а на кухне подальше. Что такое, Радык? Я же не услышу, если ее позовете. Вот и хорошо. Да что такое, тетя Катя? Иногда так больно все, что надо покричать. Я не хочу тебя выйдет ночью. За время, когда он уехал в Каругу, скончался в Радык Афанасий. Он очень хотел перед отъездом заехать к нему, его увидеть. Хотя бы вот как-то в последний раз. И он скончался. И вот на Пасху, на неделе же он мироносец, он собирается служить. В Каруге чудный двухэтажный собор. Высокая лестница ведет на второй этаж, в основной собор, а нижний этаж, нижний храм, он пониже и поскромнее. И вот на эту лестницу он не может подняться. Он служит внизу, в нижнем этаже, в нижнем храме. И собираясь на службу на Шон мироносец, он говорит, тетя Кать, дайте лекарства, дайте еще лекарства, дайте еще лекарства, Врадыка. Вы же говорили, что слишком много, нельзя лекарства пить, вы же умрете. Ну вот дай Бог, чтобы по твоим сторонам было. Врадыка, так может быть вам не служить? Нет, сегодня полгода кончины Врадыки Афанасия, я не могу не служить. И вот он служит, после службы он выходит проповедовать. У него удивительные были проповеди, очень четкие, очень простые. И почему-то и люди образованные, и совсем простые бабушки почему-то пракет начинали, когда он проповедовать начинал. И вот здесь он начинает говорить на огоне о том, какие были чудные жены-мироносицы, как они служили Богу, Господу, Иисусу, Христу, как они о Нем заботились. Вот так и вы ходите в храм, молитесь, заботитесь, остановился и начал оседать, и здесь же скончался. это было 28 апреля 1963 года. Его не выносили из храма, там же его прожили во гроб, там же произошло отпевание в Карлоге, а затем его привезли под Москвой. Есть такой храм Серла Курова, недалеко, рядышком с городом Одинцова, и вот там при храме служил близкий ему духовный человек, они исповедовали друг у друга, отец Сергей Орлов, и вот там он и похоронен. Сейчас многие, многие, многие ходят к нему, обращаются за помощью. Стоит вопрос о его канонизации. Вот это один из тех, кто многим помог. когда общаешься со святым человеком, ты знаешь, что он святой. И более того, иногда даже он дает тебе почувствовать, иногда он светится. Так вот, особенно в юности, в ранней молодости очень важно увидеть живого святого. Многие говорят так, что до тех пор, пока ты не увидишь сияние сравы Божьей, сияние святости в живом конкретном человеке, очень трудно, почти невозможно стать и цельно идти за Христом, принять все, что есть в Евангелии. Да, значит, если есть святой человек, значит, все, что в Евангелии есть, это подлинная правда, это подлинная истина, и другого пути у нас нет. Если кто хочет послужить Богу и людям в церкви, то прежде всего надо знать богослужение. Богослужение, оно содержит все, и вероучение, и путь жизни, и все трудности, которые есть на этом пути, жизненном, духовном пути. И, конечно, жития святых нужны. Первое богослужение, второе, история русской церкви. Надо знать историю русской церкви. И опять-таки, эта история русской церкви, она должна быть известна прежде всего, как история святых. И третье, надо очень хорошо знать русскую литературу. Потому что русская душа, она вся в русской литературе раскрыта. Все тайники русской души, все извилины, все трудности, все взлеты, все падения русской души, они есть описаны в русской литературе. И он очень хорошо знал русскую литературу, очень ее любил. И историю русской церкви, конечно, знал. И богослужение тоже. Для него богослужение вся жизнь связана с богослужением лично, его жизнь. Ну, вот для начала так. И Господь все дает. Самое трудное, когда видишь святого святого и знаешь, и чувствуешь, что ничего ты от него поручить не можешь, что ты не готов от него поручать. Вот это самое трудное. А смирения нет. Смирения нет. 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 Сежеин глядит по будущей, и блажен даром и божьей о блящих клящах. А Продолжение следует...